то есть все кто присутствует а а вот алексей говорит что у них даже дизель а где вы сейчас алексей если в своей германии то понятно германии алексей дожди у нас уже до германии вот алексей у нас из германии больше них похода там погода плохая приезжайте к нам у нас хорошо так ладно с погодой разобрались так еще раз вопрос ну все знают что такое 3d арбитраж поэтому сегодня будем говорить мы об особенностях торговли и насчет отвечу на ваши все вопросы и расскажу про опыт реализации 3d арбитража значит ну в плане мы запланировали следующее значит что такое арбитраж я так понимаю не смысла рассказывать все знают когда и как применять его тоже все знают поэтому будем говорить об особенностях торговли и опыт реализации тем более что народу нас сегодня не так много но если у кого-то появятся вопросы пожалуйста можно прям в чате их задавать и я буду на них походу отвечать и так значит раз всем понятно что такое 3d арбитраж я сразу тогда иду дальше не буду на этом останавливаться запись вебинара будет обязательно уже включил да спасибо за напоминание давайте только несколько слов скажу по поводу перекрестного арбитража потому что те кто использует уже 3d арбитраж хочет продолжение и такое продолжение у нас в разработках есть мы сейчас уже делаем скоринг для 3d и для перекрестного арбитража то все это следующий этап следующее развитие 3d арбитража вот перед вами показана здесь вот 3d арбитраж то есть сначала мы входим классический арбитраж затем мы на основании классического арбитража уже строим статистический арбитраж между акциями которые входят 3d арбитраж но здесь при перекрестном арбитража у нас будет не торговля между акциями а торговля между фьючерсами и акциями перекрестна друг другом и получается так что мы теперь имеем возможность торговать не только те значит пары которые имеют контанга теперь нам уже фактически все равно какое состояние будет арбитражной позиции потому что мы здесь начинаем торговать тоже в общем то в основе лежит классический арбитраж но только пара уже могут быть не близко коррелированы а как угодно расходится друг с другом потому что здесь ну совсем другой принцип и доходности которые появляются в перекрестном арбитража они перекрывают в общем то раза в два в три доходности которые появляются даже в классическом и в 3d арбитража поэтому это будет очень интересная тема интересное продолжение сначала все-таки по нашему значит кстати время отчета вот эмблемка здесь вот не вырисовывается непонятно если но сбой какой-то прошел на при записи и так значит мы продолжаем в этом же направлении развития в основе как я уже говорил у нас это минимизация рисков и на основании этого мы пытаемся строить стратегии которые бы были были рыночно нейтральные и с другой стороны имели наибольшую доходность наибольшее соотношение дохода с риском вот это вот наше сейчас вот такое кредо ну если кто а я должен обязательно сказать благодарить значит кит финанс если кто то есть у нас кит финанса то приветствую вас если есть то нажмите плюсик чтобы я знал кто пришел к нам с кит финанса с компанией мы совместно с ними проводим это мероприятие вот я думаю что будут желающие от них а вот алла голованова у нас кит финанса добрый день вам значит одна единственная да у нас кит финанса но ничего значит алла я так понимаю вы не знаете что такое у нас 3d арбитраж а и ирина еще мигунова девушки значит если потому что все остальные это вот у нас это уже свои так скажем которые знают если у вас затруднения что такое 3d арбитраж то я расскажу самого начала тогда чтобы вам было более понятно то что дальше там будет не совсем понятно если вы это не усвоите то есть если вы не знаете что такое 3d арбитраж ставьте минус девушки я тогда еще раз это все повторю то что другие знают пусть они немножко потерпят так я понял тогда я возвращаюсь к началу прошу меня простить все кто уже знает что это такое так кто-то сам началу пойду специально для девушек так что девушки у нас не так часто бывают на семинарах и поэтому я специально для них все это расскажу и так в основе 3d арбитража стоит классический арбитраж под классическим арбитражом мы понимаем торговлю фьючерса продажу фьючерса причем фьючерса поставочного и покупка акции то есть базиса на основании которого этот фьючерс был выписан для примера можно взять вот у нас с вами график сейчас я сделаю так чтобы было видно мой мой хотя бы что нибудь чтобы рисовала у меня сейчас найдем что-нибудь пишущие а вот значит вот у нас продажа фьючерса в этой точке и покупка акции в этой точке то есть получается вот это вот разница дельта вот она рисуется у нас да это как раз и называется контанга то есть расхождение между продажей фьючерса и акции и причем вот это вот расхождение оно обязательно сойдется в точке экспирации в этой точке выписывается фьючерс ну как правило где-то на месяц на три на шесть на девять но в россии наиболее ликвидные фьючерсы трехмесячные это не значит что они в начале там месяца выписываются три месяца действует нет они выписываются раньше но вот ликвидность скажем так покупка и продажа их осуществляется в основном активно последние три месяца до экспирации так вот мы начинаем торговать вот этот вот участок время т наш как раз за три месяца до экспирации до точки когда сходятся в цене фьючерс и акция и вот это вот разница дельта мы ее обязательно получим куда бы ни пошла цена потому что они ходят вместе и обратите внимание что колебания в период движения к экспирации возможно и даже возможен случай когда у нас происходит обратная скажем так беквардация когда фьючерс становится дешевле чем акции когда это происходит это происходит обычно тогда когда выплачиваются дивиденды но дивиденды у нас в россии выплачиваются один раз в год как правило поэтому вот состояние беквардации у нас происходит обычно либо значит во втором квартале либо в третьем потому что происходит закрытие реестра и вот в этот момент цена получается акции стоит дороже чем фьючерсы значит в этот период времени мы по этим инструментам у которых беквардация не торгуем почему потому что надо в шорт продавать акции а за шорт приходится платить а это очень не хочется делать поэтому мы торгуем только состояние контанга то есть тогда когда цена фьючерса выше чем цена акций это вот основа и в этом случае вот такой вид классического арбитража называется временной или чистый арбитраж когда мы гарантированно получим какой-то доход теперь возникает вопрос а какой доход мы можем получить он этот доход определяется ключевой ставкой центробанка на сегодняшний день это у нас десять с половиной процентов ну это не так много так вот пятерочку постараюсь нарисовать здесь ой 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 уже уже не нарисовал сейчас вот я сотру то что я пытался тут нарисовать да потоньше бы на мне карандашик вот так вот нет это линейка вообще так ну ладно короче десять с половиной не получилось нарисовать у меня сейчас вот что нибудь все таки найду я такой пишущий рисующий и напишу нет пока не получается запомните что если снижается ключевая ставка центробанка то снижается в принципе доход по классическому арбитражу если она повышается то повышается доход но повышается доход тогда когда мы еще не вошли в позицию а когда мы уже находимся в позиции повышение снижение ставки для нас уже никак не влияет потому что мы в период экспирации уж точно получим свою разницу между фьючерсом и акцией ну конечно вы скажете одиннадцать там десять с половиной процентов этого мало да я с вами соглашусь это мало это соизмеримо как раз с банковским процентом то что можно получить в банке ну во первых банки постоянно снижает процент и сейчас уже там при хороших капиталах можно получить порядка только 8-9 процентов даже меньше а если и меньше капитал там меньше миллиона то 7-6 то есть уже не так они щедрые эти банковские проценты депозиты а мы можем рассмотрев эту ситуацию увеличить доход каким образом мы можем увеличить доход для этого мы перейдем с вами ко второму слайду вот перед вами сейчас нарисовано все таки я попытаюсь рисовать черкать ага вот у нас одна пара классический арбитраж и вторая пара классический арбитраж обратите внимание что соотношение между продажей фьючерса это мы продаем фьючерс и этот фьючерс продаем а акции и с той и с другой стороны мы покупаем то есть они у нас в лонге находятся важно то что вот это вот равенство между фьючерсом и акцией должно быть обязательно соблюдаться иначе тогда у нас получится согласование плеч и мы не получим ту разницу которую планировали а вот теперь давайте просто объединим левые части фьючерсные и правые акции у нас получится с вами вот нижняя нижний рисуночек и вот это вот равенство общее мы сделали общим вот таким образом то есть у нас получается два фьючерса в шорте ну в шорте понятие для фьючерса немножко некорректное то есть мы их продаем а вот акции у нас в лонге здесь корректно все мы их покупаем и теперь мы с вами делаем статистический арбитраж между двумя акциями получается так что мы делаем как бы надстройку над классическим арбитражом используя инструменты классического арбитража еще и в другой стратегии не нарушая вот это вот равенство которое я подчеркнул оно должно соблюдаться поэтому если мы продаем акции а1 мы должны на такой же объем купить акции а2 и наоборот и вот это соотношение равенства между плеч фьючерсом и акцией у нас должно быть строго соблюдаться ну насколько строго сказать тут значит так скажем оно должно быть не пунктуально прям там до тысячных процентов нет плюс минус там процент допускается рассогласование но большого расхождения быть не должно иначе у нас не получится хеджирование позиции то есть не получится вот это вот изменение то что мы хотим почему называется 3d арбитраж ну у нас возникла ассоциация когда мы придумали вот эту стратегию то есть получается как бы объемная структура нет владимир нам за шорт в акциях не придется платить рыночную ставку вот почему дело в том что у нас и а1 с вами и а2 они у нас куплены в лонге то есть они у нас есть в наличии и мы начинаем перераспределять то есть продавать акции а1 те что у нас есть только в наличии и докупать на эту же сумму акции а2 но в шорт мы не уходим мы можем продать максимально только акции а1 все которые есть у нас и на это же количество купить акции а2 и таким образом вот на этих весах на стат арбитраже мы начинаем торговать акциями ну называется псевдо шорт мы сами как бы у себя шортимся и вот таким образом торгуем это вот принцип как раз 3d арбитража а что касается у нас значит это перекрестного арбитража у меня стиралочка что-то не хочет работать как-то что-то сегодня у нас немножко с техникой подводят но ничего в принципе я думаю понятно перекрестный арбитраж у нас по-другому немножко торгуется о сейчас вот получилось видите как удачно все-таки иногда ткнешь как-то работает ну ничего перекрестный арбитраж будет по-другому работать сейчас я хочу спросить вот то что я рассказал особенно девушек которые первый раз были у нас вам понятен принцип работы 3d арбитража детали как работает статистический арбитраж между акциями сейчас вот дальше буду рассказывать вот эта вот часть ясно если то девушки ставим плюсик я может для вас все это рассказывал спасибо Алла так у нас еще есть одна девушка Ирина она ушла куда-то нет Ирине понятно все спасибо девушки тогда идем дальше потому что я специально останавливался ради вас это ну и тех кто вот не знаком был с 3d арбитражом значит еще вопросик один такой ага все замечательно я вас благодарю пошли тогда дальше что мы имеем с вами дальше вот у нас схематично нарисовано отношение это причем представлен 3d арбитраж когда у нас не очень большой капитал и вот эти акции а1 а2 они торгуются между собой вот имеется такой график что значит торгуются между собой мы фактически начинаем торговать разницу между акцией а1 и а2 с помощью просто у нас есть специальная программка которая называется скоринг она встроена у нас в робот мы можем проанализировать историю изменения этой разницы между этими двумя акциями а1 и а2 которые мы выбрали с вами и вот эту разницу мы начинаем торговать разделим на две части вот я не знаю вам мою мышку наверное не видно да а сейчас мою мышку видно если видно поставьте плюсик пожалуйста она на экране вот бегать должна видно ой отлично спасибо тогда мне проще будет наверное не рисовать а показывать мышкой так так вот видите график изменений это разница между а1 и а2 вот это вот динамика изменения этой разницы и мы это называется статистический арбитраж то есть мы торгуем уже не какую-то цену отдельного инструмента а разницу двух инструментов это называется синтетический инструмент или по-другому парный арбитраж парный трейдинг разные названия есть но суть одна и та же это фактически статистический арбитраж либо парный трейдинг то есть это одно и то же в Америке это очень распространенные стратегии но мы сделали менее рискованные потому что сейчас я объясню причины почему мы это сделали и как это сделали и так обратите внимание здесь самое главное самое плохое это когда мы продаем один вид акции и переходим в другой когда они болтаются вот здесь в середине все красиво и хорошо доходность хорошая растет все замечательно но когда они прорывают наш горизонт выбранный в одну или в другую сторону вот сейчас мы эти два случая с вами рассмотрим то есть они у нас пограничные что произойдет если у нас вот эта разница вырвется вот здесь вот и пойдет в ту сторону значит что будет происходить здесь у нас с ценой акции А2 мы ее с вами купим в двойном размере акции А1 продадим вот у нас формула с вами то есть 2А2 будет и 2 фьючерса которые причем А1 это половина этих акций они вообще относятся к другой акции вот А2 они полностью принадлежат вот той акции которая у нас сейчас есть в наличии и так половина этих акций у нас строго захеджированы по классическому арбитражу и у нас головной боли нет а вот вторая половина захеджирована другим фьючерсом которые у нас акции уже не стало но если у нас между этими фьючерсами этими акциями высокая корреляция то большой погрешности большого убытка у нас здесь не будет несмотря на это когда мы пробиваем диапазон вот здесь мы принимаем соответствующие меры так называемый еще дополнительный хедж что это означает но кстати говоря в другую сторону будет та же самая картина только с другими акциями с другим фьючерсом что мы должны здесь сделать продавать акции и вернуться к F1 и F2 в классический арбитраж дорого то есть комиссия большая значит гораздо интереснее здесь вот вместо F1 чтобы у нас было F2 то есть мы с вами просто меняем фьючерс этот фьючерс мы откупаем у нас был в шорте и продаем F2 становится 2 F2 2 A2 мы возвращаемся в классический арбитраж и теперь они могут идти куда угодно там дальше нам уже как говорится по барабану нам это не страшно свои 11 годовых мы получим если они возвращаются назад то конечно с какой-то здесь вот задержкой а потом мы поговорим как это делать мы возвращаемся опять в эту формулу и начинаем опять торговать вот эта вот доходность которая здесь вот образуется она еще дает нам прибавочку практически столько же в зависимости от инструментов от 10 до 15 процентов годовых и того мы получаем при вот такой торговле 3D арбитраж мы будем иметь порядка где-то 20-25 процентов годовых а риск будет минимальный что значит минимальный значит это просадка не больше 2,5 процентов как это делать чтобы было не больше 2,5 процентов вот это вот торговля здесь волатильностью этой разницы она не очень интересна важно вот это вот трендовая составляющая которая образуется при движении этой разницы в роботе у нас предусмотрено так называемая ну вход не с середины когда они равны между собой а когда они находятся там вот мы оцениваем второе стандартное отклонение когда пробивает вот тогда мы входим в позицию и в этом случае вероятность трендовой составляющей резко возрастает в то же время уменьшается риск получения убытка и он сам уменьшается потому что мы входим большой суммой уже на краю диапазона поэтому выход вот здесь вот из-за предела особо нам больших там неприятностей не приносит и он укладывается там пол процента 1 процент все зависит когда мы войдем в позицию это позволяет нам минимизировать риски и получить доход но хорошо бы конечно если бы у нас была хорошая диверсификация мы могли как в Америке там выбрать необходимые инструменты вот конкретно в этом месяце в этом квартале точнее у нас всего там 2-3 инструмента потому что все остальные находятся в беквардации в состояние которое мы не можем использовать когда у нас акции надо в шорт продавать нам не хочется терять деньги поэтому в этом случае довольствуемся вот тем что есть в конце вам расскажу еще некоторые идеи которые сейчас могут быть использованы на рынке тоже очень интересные но в начале нужно понять что так Анатолий задает вопрос нет никакой гарантии что будет в границе диапазона гарантии даже страховая компания не дает они разоряются здесь есть вероятностная скажем так вероятность события более высокая если мы с вами проанализируем я сейчас покажу как это делать за несколько лет и правильно выберем направление движения то вот здесь вероятность возрастает говорить здесь о какой-то гарантии не представляется возможным это бессмысленные слова на рынке вообще ценных бумаг это все здесь вероятностные категории и наша задача найти определенную вероятность насчет очень низкой вероятности сейчас мы поговорим когда я вам построю график и вы посмотрите тогда мы говорим о вероятности ну совершенно верно при выходе из вот Николай мне подсказывает да при выходе за пределы у нас остается с вами гарантированное вот в нашем случае здесь гарантия уже классического арбитража уж хуже чем там 10 годовых ну можно там 9 еще 8 потерять там 2 процента но все-таки вы получите доход но не получите никогда убыток это очень важно вот здесь вот гарантия вот можно сказать что очень высокая но если вы что-то там еще такое не придумаете сами ну вот мы об этом говорим но сейчас мы все-таки хотим повысить доходность об этом вся речь у нас и идет итак значит немножко я сбился но у меня текста то нет значит вот здесь представлен график и график изменения счета вот он так вот нарисован но это хорошо когда не пробивается если будет пробитие то у нас будет полочка она тоже будет возрастать но с меньшей доходностью немножко и потом вот опять так мы вернемся если в диапазон то все так и будет происходить и дальше я вам сейчас вот вот таким образом меняется классический арбитраж это у нас в абсолютном выражении доход который мы получаем если будем торговали бы Газпромом фьючерсом продавали бы Газпром против Газпрома и вот эту вот разницу мы бы с вами получили и вот в конце экспирации она вот прошла практически в ноль и мы бы ее с вами поимели это классический арбитраж но мы сейчас сегодня говорим о 3D арбитраже поэтому рисую следующую картинку и уже это сегодняшний момент это у нас экспирация уже идет обратите внимание сентябрьская то есть у нас очередная экспирация 15 сентября фьючерсов и здесь представлен продажа фьючерса Сбербанка привилегированного и покупка акции Сбербанка привилегированного обратите внимание что 10 июня когда появилась в общем то ликвидность это вот в абсолютном выражении была разница между двумя фьючерсами если вы посчитаете доходность то она будет порядка где-то там 11-12 годовых я кстати говоря и здесь вошел вот в этот момент по 11,5% но входить вот таким образом когда у нас постоянно падающий вот такой вот тренд вниз не очень хорошо и он уйдет у нас с вами до нуля период экспирации поэтому у нас в роботе предусмотрена специальная система анализа в скоринге когда мы можем анализировать доходность до экспирации на данный момент сейчас вот я переключу следующий слайд а ну это тоже а ну вот она как раз в годовых уже представлена обратите внимание вот сейчас уже не в абсолютном выражении а в годовых процентах до экспирации это в годовых смотрите внимательно что здесь вот колебания происходит то есть можно войти где-то в 11,4% процента годовых причем интересно то что не имеет значения в общем то когда мы входим это все равно что синтетическая облигация то есть вы когда вы входите все равно получите свои эти 11,4% годовых ну из расчета до экспирации имейте ввиду то есть каждые 3 месяца мы снимаем получаем доход по поводу особенностей тоже здесь расскажу некоторые нюансы что вот сберпрев и сбер как говорится уже отстрелялись они уже у них был период беквардации и сейчас 3 квартала они все будут контанго и тут хорошая ликвидность хорошая доходность можно красиво хорошо торговать кстати говоря кроме этих инструментов сейчас есть в состоянии контанга еще норильский никель и магнит вот 4 инструмента наиболее ликвидных где можно входить в классический арбитраж а уже между ними между этими акциями строить статистический арбитраж и перекрестный но мы вернемся еще посмотрим вторую пару сейчас я тоже по моему рисовал да это у нас просто акции сбербанка то есть фьючерс сбербанка против самого сбербанка и обратите внимание здесь процент чуть пониже порядка где-то 10 10 и 2 десятых можно войти но выше вряд ли получится не хотят они отдавать здесь конечно крупные банки здесь ликвидность уже гораздо выше и спред маленький совсем поэтому здесь особого расхождения не будет то есть вот так вот она и будет трепыхаться ну вот бросочек был один здесь в начале где-то до 11.7 но недолго продержался там и вот сейчас вот на одном уровне практически стоит но сейчас еще мало времени прошло только начало движения и может быть еще где-то получится ну я бы не теплил такой надежды что можно здесь поиметь больше хотя вот в норникеле там доходности повыше там 10.5 11 то есть можно найти не подгружается картинка что делать так это только у вас картинка не подгружается у другие все видят если все видят остальные поставьте плюсики пожалуйста но тут я ничего не могу сказать это вот все остальные видят это только у вас что-то проблема какая-то ТЛТ фиг не могу чем-то помочь ну вот Владимир советует выйти и зайти и вам тоже это советую сделать да может удастся или перегрузите компьютер ну что-то потому что у всех все работает тут проблема у вас явно с компом что-то ну а мы пойдем дальше значит это вот что касается входа первоначально а вот теперь то что меня спрашивал там Анатолий Егоров мы очень подробно на своих вебинарах раньше освещали вопросы статистического арбитража но мы его вообще делали отдельно сейчас вот мы сделали совместный такой системный подход 3D арбитражей сейчас торгуется совсем по-другому то есть исходя из системного подхода но в начале все-таки мы выбираем и смотрим а что у нас эти две акции перед вами график разницы Сбербанка привилегированного и Сбербанка обыкновенного это вот график разницы двух акций обратите внимание это с 2010 года никуда далеко они не расходятся вот в этих пределах они будут болтаться если мы выбираем вот этот диапазон пробития там скажем диапазона маловероятно но к сожалению и доходность здесь не очень высокая если мы торгуем 3D арбитраж конечно в таком диапазоне если мы построим вероятность пробития ну очень мала это вот за 6 лет ну давайте даже прикинем ну пару раз если вас пробьет ну что такое два раза пробить значит меня это конечно не устраивает я здесь смотрю когда смотрю такой большой там 3-5 лет горизонт на что я смотрю на максимальную и минимальную значение куда они вообще ходят почему 1 к 7 объясняю дело в том что один одна акция вернее один лот сбербанка это 10 акций а один лот сбербанка привилегированных это 100 акций и соотношение в цене обычно делится 30 процентов то есть акции сбербанка дороже всегда чем акции привилегированного чтобы их выровнять по цене мы делаем соотношение 1 к 7 вот причина почему такое соотношение а теперь пойдем дальше нам же хочется заработать больше но мы видим что если вот я специально разделил розовая зона есть у нас сверху и снизу розовая зона если попадает в эту розовую зону то вероятность движения к середине очень высока вот обратите внимание что в данный момент у нас точка находится как раз вот в этой розовой зоне и скорее всего будет стремиться вверх вот к синенькой этой линии к средней ну уж так вот пять лет они болтались я думаю маловероятно что что-то изменится потом мы пойдем дальше и уменьшаем диапазон оставляя вот эти вот сиреники с нашей полосочки они идут у нас с того графика длинного шестилетнего и мы здесь смотрим уже целый год что смотрим за год они тут творили и вот они ходят здесь вот внизу заходя в эту розовую полосочку и потом обязательно возвращаются ну с большой вероятностью возвращаются а то меня Анатолий будет поправлять я ему согласен с этим совершенно верно гарантии здесь не бывает вот сейчас вот видите уже можно даже входить более того мы еще и рисуем вот видите скользящая линия это месячная я люблю скользящую рисовать и смотрю что она пробила даже скользящую вниз но чтобы оценить я вот люблю полгода оценивать последние и поэтому следующий график смотрим то есть уже входить можно но надо ждать какого-то момента сейчас я покажу какого момента я жду для этого я беру вот видите обратите внимание всего лишь полгода выбираю месяц почему 600 потому что я беру 15 минутки данные значит они информативны достаточно и вот в месяце как раз 600 где-то там чуть-чуть больше 15 минуток поэтому вот диапазон который я исследую это обычно месячный диапазон скользящий средний и вот относительно него я и смотрю как меняется вот эта вот база моя то есть разница между сбер-преф и сбером и вот если она выйдет за вот эту вот зелененькая полосочка это стандартное отклонение как только она выходит в желтую за второе за первое стандартное отклонение самый момент входа и вот здесь вероятность отскока к средней линии по крайней мере очень высока если мы с вами а мы уже находимся в классическом арбитраже нам капают эти проценты и как только он сюда доходит мы входим в эту позицию и имеем еще трендовую составляющую обратите внимание после того как он зашел вот за стандартное отклонение первое он резкие движения делает вверх и вот нам надо поймать эту трендовую составляющую и еще получить дополнительные там десять процентов свои я думаю что мы это сделаем и мы дождемся этого момента вот так работает фактически 3d арбитраж все просто и понятно перекресток немножко по другому но тоже суть такая же есть у нас классический арбитраж мы входим и потом тоже два графика уже скажем так стат арбитража но только фьючерса против акции там несколько сложнее но принцип похожий так вот после того как мы с вами здесь вот дождемся и войдем то естественно получим быстро трендовую составляющую но есть у меня клиенты которые просто ловят вот эту волатильную составляющую честно говорю не люблю ее ждать это в общем то должна быть специфика человека чтобы выдержка такая была чтобы типа этой инвестиции то есть можно там ждать и долго сидеть ждать пока они там войдут и зарабатывать сейчас вот после анализа уже торговли некоторых клиентов у нас мы пришли к выводу что надо все таки а у нас в роботе уже это реализовано что есть понятие блокировки входа до определенного момента то есть мы смотрим на график выбираем где надо войти и автоматически это ставим как только цена доходит этого разницы он сам входит и начинает дальше торговать и вот там уже мы собираем и волатильность всю хотя некоторые у меня ждут выхода средней линии и вот по средней линии они здесь выходят но мы с вами помним здесь у нас средняя линия на уровне обратите внимание здесь вот 190 да реальная средняя линия я чуть назад вернусь она находится вот здесь на уровне где-то 250 500 почти да чуть снижается вот она то есть вероятность движения к средней линии долгосрочной очень высокая поэтому здесь риски вхождения в позицию небольшие вот так вот в принципе если мы правильно с вами делаем анализ 3d арбитража и статистического и классического риск у нас минимальный ограничен двумя процентами просадки а не потери капитала это очень важно а доход порядка 25 там можно получить 30 процентов годовых вот вот все весь принцип все просто если у кого-то вопросы есть как он работает пожалуйста готов еще объяснить что никому непонятно можете вопрос создавать пожалуйста у нас это все реализовано в роботе надо во-первых правильно войти в классический арбитраж тоже все это есть и правильно статистически тоже все идет настроил раз и он там ждет моменты и входит нет вопросов ну если всем все понятно пошли дальше есть вопрос Ирина задает это специальная программа да значит я руководитель компании робот крафт и на нашем сайте все расписано сейчас я скину ссылочку даже и там есть наши продукты вы можете ознакомиться и там две программки которые участвуют у нас в этой торговле они встроены вот сайт наш робот крафт кроме этого у нас есть еще и ютуб и на сайте есть у нас очень интересная форум там все можно прочитать и все выяснить то что вас интересует кроме этого в конце дам свои координаты можете ко мне обращаться все расскажу никому ничего не утаю это не в наших правах более того скажу что в ближайшее время особенно для тех у кого шаловливые ручки что это означает это кто руками любит торговать мы сделали один привод называется точ скальп то есть можно торговать с ну с ноутбука или планшета если есть там на нем windows с помощью него можно скальпировать и очень интересная программка даром будем отдавать да тоже очень интересно но я так говорю для тех кто любит вот поиграть в игры всякие вот это для них просто будет сказка надо не просто в игры играть а деньги зарабатывать и это все поможет то есть в такой в игровой форме практически мы сделали ну нам показалось очень интересно уже сам опробовал вчера еле оторвался ну правда ничего не заработал честно говорю скальп не люблю это надо сидеть глазки болят уже я уже видите не совсем молодой человек поэтому я люблю такие вот надежные стратегии которые железобетонные ну пойдем дальше кстати эта программка называется у нас trade help ну мы еще и занимаемся продажей нефтепродуктов ну не сами нефтепродукты продаем мы делаем роботов для санкт-петербургской биржи нефтепродуктов и газа тоже очень у нас интересная программка она очень быстрая там там есть новые технологии очень интересные так что если у вас всем друзья есть нефтетрейдеры пусть обращаются мы у нас есть что им предложить такое от чего они просто не откажутся итак значит ну вернемся к нашей теме значит когда и кто может вообще торговать 3d арбитраж если вы начинающий трейдер то однозначно надо начинать только с 3d арбитража а точнее даже сначала классический арбитраж если кто-то сразу пытается какие-то тысячи процентов заработать это утопия чистейшей воды то есть вы потеряете вот практически вот здесь можно сказать Анатолий гарантированно она не потеряет свои деньги в этом случае вы научитесь торговать правильно грамотно торговать научитесь поймете как в то время пока не будут доход вам приносить классический арбитраж можно спокойненько разобраться с 3d арбитражом это у меня опыт потерь конечно а как же я уже на рынке почти 18 лет и не один раз терял все это пройдено давно ну вот видите поэтому тут все это мы с вами коллеги по несчастью да и все трейдеры которые пытаются много заработать они все коллеги по несчастью поэтому я пришел к выводу что надо торговать вот арбитражом спокойно и надежно это лучше чем банковский процент выше насчет надежности сложно сказать где-то равносильная надежность дело в том что там капитал маленький в банке это надо там раскидывать по разным банкам диверсификацию дело тоже голова это болит от этого здесь все-таки получше все а ну вот Николай говорит что да он тоже делится что есть результат личного опыта потерь и поэтому стремление их избежать ну и вам это советуем итак всем начинающим это однозначно классический арбитраж затем 3d арбитраж а когда будет много денег уже перекрестный арбитраж кроме этого все фонды а еще один момент очень важный момент когда торговать вот допустим у вас есть какая-то там супер-пупер стратегия которая дает хороший доход в определенное время но есть обязательно время то есть такие моменты временные когда нет сигнала вашей стратегии что делать деньги выводить из брокерского счета это потери потом их опять заводить не очень удобно там потом надо где-то их размещать временно а что значит временно очень маленький процент значит в банке 1-2 процента на текущем счете вообще главная боль а в этом случае очень просто здесь войти в классический арбитраж и ждать когда будет сигнал появился сигнал продал и начал торговать ты уже заработал какие-то деньги то есть они по крайней мере лежат не просто под 1-2 процента и без потери а ты даже еще и зарабатываешь это вообще супер-пупер а кроме того некоторые компании в частности финансовые организации некоторые они делают резервы и эти резервы обязаны где-то держать содержать вот их можно содержать как раз в ценных бумагах покупая вот как раз классический арбитраж и на них зарабатывая еще доход тоже очень удачно так можно еще и в 3D можно не просто там 10 годовых а можно и больше даже заработать а кстати Николай у меня завтра проводит вебинар в 19.00 он всех на этой же площадке будет вебинар и он будет рассказывать как трейдеры теряют деньги и почему теряют деньги я уже не буду на этом откликаться но у нас раньше была и сейчас она действует целая программа система которая моделирует работу фондового рынка и там четко показано и завтра Николай я думаю об этом тоже расскажет каким образом теряют на бирже деньги и почему вот такое все происходит поэтому тоже интересно так вот эти фонды управляющей компании сам бог велел как раз использовать вот такие рыночные нейтральные стратегии как раз вот типа вот 3D арбитража значит что еще хотелось сказать ну по выводам потому что время уже не так много то есть 3D арбитраж повышает доходность классического арбитража причем находится ну скажем так в очень приемлемых состояниях риска там 1-2 там максимум 3 процента это мы как там не пытались тестировать если все правильно делать и входить то потери просто не могут быть потери отыгрывает все классический арбитраж все эти потери вам и вы все равно в прибыли остаетесь как бы там плохо все не закончилось то есть это очень позитивно и вообще я считаю что комфортность торговли это главная цель на бирже все остальное тоже побочно и вторично пробитие границ диапазона там два пути есть можно в акции войти в двух сторонах иметь классический диапазон либо перевернуться просто в чисто классический арбитраж уйти в одной из позиций поэтому все это просто что делать при экспирации я говорил в прошлый раз и как это выходить мы обычно где-то за 10-12 дней до экспирации прекращаем работу стат арбитража ищем момент равенства позиции и спокойненько ждем экспирацию в классическом арбитраже и зарабатываем свои спокойненько деньги то есть все тут не надо жадничать дайте другим кому-то заработать кому очень хочется там тысячу этих процентов и поэтому мы свои вот спокойненько 30-25 годовых все это делаем Владимир спрашивает вопрос основная идея фундаментальная 3d арбитража это использование одного и того же объема денег несколько раз ну можно считать что да потому что самое главное нам войти и рассчитать свой капитал на классический арбитраж в одну и вторую позицию а уже статистический арбитраж не нужно не требует денег он уже исходит из того что есть и поэтому мы кстати говоря когда мы уходим классический арбитраж у большинства брокеров снижается процент то есть фактически они не считают на фьючерсы потому что они у вас полностью захиджированы акциями поэтому то есть можно очень оптимально рассчитать свой объем тут конечно есть один нюанс есть некоторые брокеры у нас которые не имеют общего баланса фьючерса то есть срочного рынка и основного рынка вот тогда нам приходится резервировать часть денег на срочном рынке чтобы вот эти вот маржинальные составляющие нас не выбило а если есть общий баланс то тогда проблем вообще не возникает и каждый день после клиринга у нас все выравнивается и никаких проблем не возникает все нормально так николай вот одни и те же деньги обслуживаются несколько стратегий может так будет понять ну все правильно он тоже и сказал и владимир это же мысль тоже нам тут рассказал так если есть вопросы еще задавайте пожалуйста мы вот это я обещал все контакты это наш сайт роботкрафт точка ру я уже его скидывал это вот наша почта ру уехала немножко инф роботкрафт здесь есть скайп роботкрафт вот он наш это наша техподдержка вот гаи 2020 это мой личный скайп постоянно включен пожалуйста можно подключаться это два моих телефона постоянно на связи один билайн второй мегафон есть еще мтс просто не стали сюда писать а вот здесь вот представлена наша комната в youtube где мы выкладываем постоянно наши ролики там нас уже очень много пожалуйста подписывайтесь смотрите все бесплатно кроме этого как я сказал на канале на нашем сайте есть у нас форум там все пишут мы модерируем только модерацию осуществляем только тех постов которые там ругаются либо оскорбляют все остальное ничего там у нас полная свобода вопросы люди задают мы отвечаем то есть все как в открытой компании и это нам помогает продвигаться усовершенствовать наш продукт вот в общем то все что я хотел вам рассказать завтра можете прийти конечно на вебинар Николая Митроховича он тоже все расскажет Ирину спасибо большое вы меня сегодня вдохновляли как раз и еще у нас Алла Голованова вот на то чтобы я вам все подробно рассказал так Анатолий а реальные примеры 3d арбитража в роботе показываете конечно даже могу показать по skype если зайдете все все расскажу и покажу на примере как работает кроме того у нас как я сказал на форуме люди выкладывают свой equity как торгуются там все все там есть можно все найти и мы ничего не скрываем все чисто и прозрачно еще вопросы будет ли вебинар по перекрестному арбитражу да будет ну вот не знаю как видите народа не так много у нас я думаю ну чуть попозже сделаем через месяц как народ наберется тогда сделаем либо куда-нибудь поедем там на бирже вот я недавно на бирже был там было много народа и мы все это рассказывали в Москве так что будет оказия какая-то там поедем все расскажем запишем и покажем вам мы не скрываем ничего мы открытая компания конкурентов своих любим уважаем и стараемся обходить еще вопросы ну если вопросов нету тогда всем спасибо за внимание спасибо за вопросы все пишите всегда на связи а вот Николай пишет он как раз у нас занимается вопросом тестирования он пишет что перекрестный арбитраж уже протестирован все работает ну вот как раз мы в стадии такой оформления находимся так Владимир где можно посмотреть материалы по перекрестному арбитражу нигде это наша пока вот такая тема мы ее только с вами опробуем как только будет готово что-то реальное мы все покажем все расскажем пока вот так завтра на этой же площадке будет вебинар завтра вот Николай будет рассказывать возможно он про перекрестные вам что-то уже и расскажет потому что он как раз занимается тестированием этой программы и идеи его есть он у нас очень интересный человек так что будет много интересного рассказать ну раз нет вопросов всем спасибо еще раз удачной торговли до новых встреч до свидания я я не знаю что это не знаю не знаю но